Животные в фельмонском промысле расписывались, как правило, полосками. В сочетании цветов означало жизнь, солнце, радость. Позитивные игрушки, которыми гордится вся страна, перекочевали из музеев на шумную улицу. В сквере на пересечении Октябрьской и Пузакова открылась детская игровая площадка с фигурами, которые почти в 10 раз больше традиционных. Постоянную прописку под открытым небом получили котики-качели, петушок на пружинке и даже тройка лошадей с характерными вытянутыми шеями. В фельмонской росписи мастерицы применяли всегда традиционно 3-4 цвета. Но, как правило, это желтый, красный и зеленый. Вот эта полоска сломанной линией и точками внутри означает засеянное поле. Очень часто используется мастерицами. Чередование полос – это, как правило, тоже определенный ритм, как в музыке. Традиционные узоры с подтекстами и роспись тулики изучают теперь целыми семьями. «Яркий конь» – это горка, а «горячая тройка» – скамейка. Игра превращается в познавательную экскурсию. Так ненавязчиво горожане знакомятся с народными промыслами Тульской гувернии. То, что нравится ребенку, соответственно, нравится мне. Вот он как бы тоже изучает, ему все интересно. Для таких малышей как раз все есть, что они изучают цвета и изучают, наверное, культуру нашего края. Такой подарок для нас, то, что теперь есть нам где гулять, интерес, а то на улицу уже не вытащишь. Мне кажется, все очень уместно, и дизайнеры прям молодцы. Я очень благодарна. Пельмоновская игрушка стала доступнее для детворы благодаря проекту Фонда развития Тульской области «Перспектива». Задумку поддержали спонсоры. Организаторы предполагают, что эта площадка будет привлекать не только туликов, но и гостей города. Мы видим яркое место, которое позволяет туристам остановиться около него, как минимум проявить любопытство и, может быть, посетить, а мы на это надеемся, что они посетят музей филимоновской игрушки как в Туле, так и непосредственно в Адоеве, в месте историческом происхождения этой игрушки. Известные бренды «Тульский пряник» и «Белевская пастила» с некоторых пор входят в меню пассажиров, самолетов и поездов. Эта местная достопримечательность и детям, и взрослым тоже будет напоминать о наследии российского масштаба – игрушках из деревни Хилимонова. Валя Шарипова, Павел Тюкавкин, Первый Тульский.